Скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Тем не менее компьютер до сих пор выглядит очень свежо, очень стильно, многие пытаются его копировать, алюминий, тонкий, весит 1,3 кг, толщина вот здесь где-то 30 мм, здесь 170 мм, в общем очень классный, но давайте посмотрим что внутри. Что касается характеристик данного макбука, это одна из самых ходовых моделей, 13 дюймов, минимальной комплектации, не потому что у людей не хватает денег, а потому что именно в таком формате очень и очень хороший компьютер. Давайте посмотрим что у нас здесь, hello git, гарантия и наклеечки. Кстати в обзоре тайм капсул многие не нашли наклейки, полез смотреть, узнаете, к предыдущей тайм капсуле тоже наклеечки не давали, вот такая политика Apple, не всегда и не везде кладут те самые вожделенные наклейки. Опять у нас английская версия, поэтому нестандартная для нас вилка, вот так это выглядит, и здесь зарядка. К зарядке идет кабель удлиняющий, непосредственно наш с вами провод, он может быть длинным, либо вы можете его не использовать, такой длинный, и в таком случае подойдет, вот сюда вставляется американская вилка, кстати меняется вот на эту. Сюда же можно вставлять русскую, вам достаточно купить переходничок и все будет очень органично смотреться. Но коробка это полбеды, нас интересует, что же это за компьютер. Это компьютер, который построен на четвертом поколении платформы Intel Core i, и здесь установлен Core i5 на 1300 МГц. Кто разбирается в компьютерах, в том числе и Apple, скажет, а что это тактовая частота упала. В прошлом году минимальным значением было 1.8, с турбобустом до 2.8 ГГц. Здесь 1.3, с турбобустом до 2.6 ГГц. Вы знаете, в этом поколении Intel очень серьезно поработали над именно энергопотреблением, и этот малыш работает до 12 часов. Вы можете себе представить, 12 часов Apple заявляет all day, 11-дюймовая модель теперь работает 9 часов. В прошлом году этот MacBook Air работал всего 7, соответственно мы получили 5 часов за счет меньшего энергопотребления. Что касается производительности, об этом чуть позже, но она практически не изменилась. По портам, MagSafe 2.0, USB 3.0, подключение наушников, микрофоны. Здесь у нас карт-ридер, его нету, кстати, в 11-дюймовой версии. Еще один USB 2.0 и Thunderbolt. Apple пожадничали, не стали ставить Thunderbolt 2, поэтому пока первые 10 ГБ, всего каких-то жалких 10 ГБ. Нету, как и раньше, никаких отверстий снизу, воздух забирается и выдувается отсюда. Здесь же у нас, собственно, находится вся система охлаждения, кулеры и так далее. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Давайте проверим скорость загрузки, показатель, который всех всегда интересует. Итак, стартуем одновременно и смотрим, сколько времени занимает загрузка нового MacBook Air 2013 года. На самом деле, здесь очень быстрый SSD, мы сейчас его протестируем, но я уже могу вам сказать, что где-то 12,45 секунды понадобилось новому MacBook для того, чтобы загрузиться и оказаться полностью готовым к работе. Давайте проведем маленький синтетический тест Geekbench, а пока он идет, я отвечу на главный вопрос, который задает каждый, кто смотрит этот обзор. Стоит ли менять свою версию 2011-2012 года на новый MacBook Air? Вы знаете, нет, с точки зрения производительности вы практически ничего не выигрываете. Да, здесь стоит новое поколение встроенной графики от Intel, это HD 5000. Я потестировал на игрушках, вы знаете, где-то, наверное, 15-20% прироста. Кроме того, что это современная модель, соответственно, она поддерживает какие-то новые инструкции. Что касается общей производительности системы, она остается на приличном уровне, как и в предыдущем поколении и так далее. Но 12 часов полноценной работы, это очень здорово. Посмотрите, сейчас MacBook заряжен на 100% и нам показывают 17 часов 41 минута это время работы. Под нагрузкой вы увидите чуть меньше. Обычно я делю на 2, если заявлено 7 часов, то проработает он 3,5-4. Соответственно, здесь мы имеем 12 часов 7-8. Это честные часы работы, которые вы получите при очень интенсивном использовании. Я не говорю об отключении Wi-Fi, Bluetooth, минимальной подсветки. Нормальное рабочее использование. Это очень и очень много, это действительно серьезный прорыв. Что касается очков, 6779. Запомните их, можете сравнить на сайте Geekbench, где представлена таблица всех MacBook'ов, насколько это совпадает с предыдущими поколениями. На самом деле, около 7000 это значение MacBook Pro с ретиной экраном. Там намного больше тактовая частота процессоров, при этом мы имеем вот такие вот показатели. Что еще интересное хочу рассказать, давайте посмотрим на скорость работы диска. Для этого используем утилиту Blackmagic Disk Speed Test. И на запись у нас значение 420, 400 с копейками, назовем это так. И на чтение цифра совершенно потрясающая. Это более 700. Вот такие показатели у MacBook Air 2013 года. В прошлом году это было 300 и 500, плюс-минус соответственно. Это влияет на общее быстродействие системы, как ничто другое. Теперь, если вы запускаете какую-нибудь программу, будь то iTunes или что-то в этом роде, все происходит максимально быстро. Слушайте, когда я включил этот MacBook, я ввел свои данные iCloud. И вы знаете, я даже не ожидал, что настолько здорово работать с iCloud именно в среде ОС-10. Понятно, что на iOS это очень популярная штука, облегчающая жизнь. Но здесь примерно то же самое. Контакты, основные данные, вся ваша музыка, все с вами и по воздуху синхронизируется через облако. Потому что MacBook Air в данном случае это второй компьютер. Здесь вот у меня MacBook Pro Retina 15. По умолчанию в MacBook Air 2013 года установлен Mount Online 1084, для которого стоковых 4 гигабайта оперативной памяти это не очень много. Но, к сожалению, больше стоит сильно дороже, это другие комплектации. Но, в принципе, для комфортной работы хватает. Что мне конкретно не понравилось, так это матрица. Она здесь неплохая, вернее, наверное, на уровне конкурентов. Но не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видим в MacBook Pro Retina 13-15 дюймовой версии. Смотрите, я не знаю, насколько это будет видно на видео. Но сейчас я включаю дефолтный цветовой профиль. И картинка становится более светлой. Она становится такой бледной, белесой и, можно сказать, выцветшей. Я покопался с калибровкой и сделал практически хорошо. Через терминал, в общем, есть инструкции в интернете. Вы можете найти производителя вашей матрицы и скачать откалиброванный профиль, что сильно улучшит ваше восприятие картинки с этого монитора. В принципе, он неплохой. Углы обзора, ну, нормальные. Опять же, проигрывает тому, что я вижу в Retina MacBook'ах. Но за свои деньги это очень и очень хорошее решение. Что касается производительности HD 5000, смотрите, во-первых, как быстро все открывается. То есть, мгновенно практически, да, все программы запускаются. Mission Control не тормозит совсем. Вот, совсем не тормозит. Такого себе не позволяет. Все работает быстро, быстро, плавно, плавно. И маленький хин для тех, у кого есть PlayStation 3, либо же кто готов раскошелиться на DualShock. Вот так вот он выглядит. Кто не знает, это геймпад. Он работает по умолчанию с вашим замечательным MacBook'ом и вообще с системой OS X. Подключаю его сейчас по USB. Работает он и через Bluetooth. Опять же, инструкции есть в интернете. И именно в таком режиме вы можете запускать игрушечки и играть. Давайте для теста посмотрим Mafia 2, например. Ну вот, смотрите, мы вышли в город. Ну, на глаз так процентов, не процентов, а FPS у нас, да. FPS 20, наверное, может быть. С какими-то падениями. Зачем ты хочешь меня задавить? Выходи из машины поганиться. Опять же, на геймпаде играть нам намного приятнее. Газ и поехали. Так что, вот такие дела у нас с игровой производительностью. В целом, черт возьми. В общем и целом, MacBook Air 2013 года – это все тоже уникальное устройство. Супер легкий, супер портативный, быстрый ноутбук, который теперь работает до 12 часов. Ну вот, смотрите, у нас тест я записывал в несколько дублей. Мы с вами успели чуть-чуть поиграть. То есть, батарейка 100% как и была, так и осталось 15 часов нам расчетное время работы. В общем, на самом деле, самое потрясающее, чем удивляет MacBook Air 2013 года – это, конечно, временем работы. По всем остальным показателям, да, чуть-чуть возросла производительность в играх, но она компенсируется меньшей тактовой частотой процессора и так далее, и так далее. И еще раз, для тех, кто пропустил, если у вас есть MacBook 2011-2012 года и вас устраивает время работы, обновляться, наверное, не стоит. Если вы покупаете MacBook сейчас, лишние 5-6 часов работы – это огромный показатель. Вы действительно можете взять MacBook с собой на работу и провести с ним весь день. Это удивительно, и к этому надо стремиться. В общем, как первый ноутбук MacBook Air отличный. Если у вас что-то есть, то подумайте, может быть, в сторону MacBook Pro Retina. И меня часто спрашивают, что там с MacBook Pro, с iMac. Они тоже будут обновлены до Haswell. Скорее всего, это произойдет в течение лета. Не забывайте подписываться на канал, подписываться на мой Twitter. В общем, я сообщаю во всех новостях, новинках. Делюсь своими мыслями, в том числе и при тестировании MacBook. Так что, если вас заинтересовала эта тема, вы увлекаетесь мобильной техникой, Apple в том числе, милости просим, подписывайтесь. Ссылки есть все внизу. А с вами был Вилсиком. Пока!